Доброе утро, страна! Я вам благодарна за то, что вы издалека, но тоже вовремя. Москвичи еще спят в это время, и слава богу. Второй год я возглавляю работу центра, который называется Центр эффективных бизнес-коммуникаций. Здесь моя коллега по проекту, художник-дизайнер Оксана Куделя. Вот это вам следующая картиночка, пока я буду немножко рассказывать, чтобы вы вдохновлялись природой, среди которой мы живем, потому что это имеет непосредственное отношение к теме моего выступления. Вообще, небольшая преамбула. В мебельном ритейле я с 1994 года. В 2013 году я впервые приезжаю на выставку в Хайпойнт в Америку. После я была там не единожды. И одно из самых ярких впечатлений – это дизайнерское сообщество, которое очень масштабное, очень креативное и очень яркое. И вот тогда еще произошел со мной один инсайт, что на торговых площадках серьезных фабрик не работают продавцы-консультанты, а работают исключительно дизайнеры. Потом вот эту фишечку я использовала в своей профессиональной деятельности. И, вы знаете, вот последние именно пять лет, начиная с 2013 года, я очень внимательно слежу за тем, как формируется рынок дизайнерских услуг именно в России. И на сегодняшний день, мне кажется, нет человека, который не знает имена лучших дизайнеров Америки, Европы, опять-таки нашей страны. Но вот в прошлом году у нас возникла идея познакомиться поближе самим и познакомить более широкую целевую аудиторию с теми дизайнерами, которые живут и работают у нас в регионе. Так возникла идея проведения проекта топ-дизайнеров «Лучшие дизайнеры СКФО». Нас поддержали 22 партнера – поставщики товаров и услуг. И мы с моим партнером проехали 11 городов. Это города, пять городов Кавмин-Группы, Пятигорск, Есентуки, Железноводск, Кисловодск, Минеральные воды и города Ставрополь, Грозный, Владикавказ, Черкесск, Нальчик. Еще одна картиночка. Ай! Это наш красавец Эльбрус. Тоже вдохновитесь, потому что это тоже имеет непосредственное отношение к тем интерьерам, которые у нас создают. Так вот, на тему кавказского стиля. Есть он или нет. Для тех народов, которые живут на Кавказе, такой надэтнической категории, как кавказский, нет. У каждого народа будет что-то свое. И, соответственно, будет свой стиль. Чеченский, аварский, осетинский, адыгский и так далее. Девушки, вдохновитесь, это наши мужчины. Поэтому, глядя на мужчин, глядя на природу, на горы, можно предположить, какие у нас пользуются спросом интерьеры. Но в любом случае есть какие-то вещи, которые объединяют интерьеры. То есть это аскетизм, это четкое территориальное распределение мужского и женского, и это высокая семантическая нагруженность предметов. Почему? Потому что любой предмет, их немного, но он несет особую смысловую нагрузку и раскрывает ее через какой-то обряд или ритуал. Это более современный такой вариант. И вы знаете, мы познакомились во время проекта, конечно, с невероятным количеством очень интересных людей. И вот вчера на выступлении мне очень понравился посыл Федерико на тему того, что всегда помните и думайте о тех, для кого вы это создаете. И я хочу вас познакомить сегодня с художником. Это очень известный человек не только в Республике Северная Осетия, не только в нашей стране, но и за рубежом, потому что работы этого мастера хранятся и в частных, и в государственных музеях. Работает он с разными фактурами. Это и дерево, это и металл, это и керамика. Это вот его послужной список, он огромен. Могу сказать, что в 2012 году из 14 работ, и именно работа Вадима, бронзовая скульптура, была приобретена Государственной Третьяковской галереей. Но сегодня мы будем говорить о тех предметах, которые для интерьера созданы Вадимом. Это осетинский диван, дарк бандон. Изготовлен он из состаренного клёна. Габариты у него 2,60 на 90. Трёхграммно выемчатая резьба. Орнамент геометрический. И если вы обратите внимание, здесь как раз солярная семантика – это то, что является своеобразным оберегом, талисманом. Это колладжин, кресло, которое предназначено для старейшины, для старейшины рода. Вы знаете, роды, тейпы – это всё у нас по-прежнему актуально. Это трёхногое кресло. И вот опять-таки здесь та же семантика. И спинка кресла – это тоже такой своеобразный пояс, оберег, который полностью очень удобно закрывает человека, сидящего в нём. Это называется бандон. Это ошибка, а не фынк. Фынк – это трёхногий столик. Это такие маленькие табуреточки, невысокие, но очень удобные и очень устойчивые. И вот если мы говорим, это типичный осетинский комплект, когда представлены кресла для старейшины, столик и вот эти маленькие табуреточки. Вы знаете, мне очень хочется прочесть ощущения людей, которые сидят в этой мебели. Энергетика этих вещей удивительна. Они становятся точкой притяжения любого интерьера. Принято считать, что в такой мебели есть определённый слепок с осанки человека эпохи. Невольно вспоминаешь об этом при общении с коллекцией подлинной мебели Вадима Джиоева. Сесть в подобное кресло – словно совершить удивительное приключение во времени. Локти найдут место на резных подлокотниках тёмного дерева. Спину легко и плотно подержит спинка кресла. И вы с удивлением почувствуете, что сидите в позе спокойной и достойной, не чувствуя усталости и суеты и хлопотливого дня. Так работает знаменитый метод Джиоева. В его основе глубокие знания, огромный пиетет к традиции, глубокое понимание природного материала и огромная любовь к миру предков, открывшая путь в мир современного искусства. Но, наверное, интерьер был бы неполный. Я уже говорила о том, что предметов интерьера не так много. Если бы не были ещё вот такие вещи, это деревянные чаши, они ритуальные. И даже до сих пор на каких-то больших собраниях, свадьбах, эта чаша находится в руках у старейшины. Они очень тонкостенные, 2-4 мм толщина стенок этого сосуда. В солнечный день проникает солнечный свет. И вообще на минуточку цена этих изделий начинается от 15 тысяч и доходит до 50. То есть это вот кто-то лядрок собирает, кто-то кжель. А вот для того, чтобы для народов, которые у нас живут, вот эти вещи очень ценные. И это вот немножечко такой видеоряд ещё тех работ. Ой-ой-ой, как-то мы быстро очень листаем. И, естественно, лепной декор. Вот эта вещь тоже такая очень для общественных мест. Если мы говорим о какой-то традиционной кухне, такая очень яркая, стильная штучка. Вот она приобретена. Цена её на минуточку тоже 180 тысяч рублей. В один музей частный приобретена. Это станковые скульптуры. И последнее время Вадим занимается вот такой вот своей традиционной игрушкой, что тоже является украшением интерьера в том числе. А будьте любезны, вторую папочку. Вы знаете, невероятно много талантливых людей живёт на Кавказе. И вообще всё то, что мы сегодня называем предметным дизайном, это, конечно, те ремесленники, которые всегда славились и всегда было много на Кавказе. Но на первую конференцию мне хотелось привести именно вот то, что-то нетипичное и то, что присуще именно нашему региону. Ещё одна династия, о которой хочу рассказать, это уже Кабардино-Балкария. Династия Татруковых. Хасан, он основатель этой династии, 45 лет в профессии, по образованию тоже художник, закончил в Москве, тогда это называлось Академия искусств. Вы знаете, у него более 40 реализованных проектов в республике, только общественных, и более 100 частных. Работают исключительно с природным материалом, это дерево, камень, металл. Их герб и вообще их династия ведёт своё начало с 1599 года. И вообще тема гербов, она у нас актуальна, то есть люди заказывают, и они занимаются разработкой. Это вот как раз тот случай, когда люди начинают от экстерьера до интерьера, делают абсолютно всё. И все их интерьеры наполнены только авторскими вещами. То есть и люстры, и вот эти двери, и имитация вот там вот стеночки камня, шкуры натуральные, какие-то элементы декора. Просто хочется, чтобы вы тоже на это посмотрели. А ценовые категории такого рода люстр доходят до 280 тысяч. Все интерьеры, они очень мужские, они очень лаконичные и очень брутальные. Как наша природа, как наши горы и как наши мужчины. Это тоже вариант люстр. Есть в конце будет один слайд. Бочка – это ресторан, который находится в парке центральном города Нальчика. И вот это вот обновлённая одна из люстр, которая займёт своё место на экспозиции. Карагач. И знаете, очень часто после схода ливневых дождей, когда идут, материал природный приносят сами жители в мастерскую. Здесь и двери, и столы, и стулья. Всё это всегда очень индивидуально. Вы знаете, когда разговаривала с Хасаном, я говорю, как у вас приходят идеи. Он говорит, это всегда сразу. И если я не зарисовал, то я забыл. Приходит другая идея и делаю новый интерьер. Это из четырёх зданий. Называется комплекс панорама. Это вот отдельно кабинки стилизованные. Все изделия татроковых клеймёные, именные. В этом ресторане мы кушали перед отъездом. Здесь, конечно, особая энергетика, потому что абсолютно всё, абсолютно всё от идеи до воплощения сделано этой династией. И вот эта бочка последняя. Вы знаете, я думаю, что на следующей конференции у нас будет гораздо более… Я уже говорила, что народ живёт невероятно талантливый, но очень скромный и очень гордый. И поэтому у меня сегодня задача стояла рассказать о тех примерах, образцах старейшин, людей, которые уже состоялись в профессии. А на следующий год, я думаю, что и более молодые ребята, которые тоже невероятно талантливые, с которыми мы познакомились во время организации проведения проекта, уже будут посмелее и сами лично представят свои работы на второй конференции. Спасибо. У меня такой командный голос, мне кажется, меня слышно всегда и везде. Здравствуйте, дорогая Ева, я повторяю для вас. Вы знаете, я хочу сказать, что вообще посыл моего выступления не только в том, чтобы показать и рассказать вам. Сейчас дизайн настолько без границ, что люди, которые живут у нас в регионе, работают тоже по всей стране и в других республиках, и в других странах даже, потому что есть у нас такие участники проекта, которые в Испании ведут проекты, и в Эмиратах. Так вот, тогда, когда и у вас будут какие-то заказы в нашем регионе, милости просим. То есть логистика вообще не проблема, пожалуйста, обращайтесь, потому что эти люди, они готовы воплощать не только свои идеи, но и ваши идеи. Ой, ну вот видите, он очень быстро листает, или это я так быстро на кнопочку нажимаю. Но вообще очень интересные вещи, и у нас есть, я вот сейчас с позволения Жене раздам, у меня, у нас, кстати, Азамат присутствует на конференции, но вот смотрю, тоже его пока нет в зале. Контакты, поэтому обращайтесь. Вообще еще бытует мнение, что на Кавказе развитые и приверженцы живут люди классического стиля. Это не так. И неоклассика, и арт-деко, и лофт, это все для нас очень актуально и очень популярно. То есть как раз вот проблема-то в том, что редко найдешь людей, которые как раз верны своим традициям. Ну, вы знаете, все-таки у нас... Это регион больше для отдыха, если мы говорим о регионе Кавминвод. Но вот у нас есть такой небольшой город, он промышленный, но совершенно по этическим названиям город Лермонтов. Так вот, пару лет назад там было порядка 70 подворий, хотя там нет даже 100 тысяч населения. Порядка 70 подворий, которые занимаются так или иначе производством мебели. И, конечно, вот то, что мы видели, и ребята наши, которые работают, которые в проекте, и не только которые в проекте, очень часто что-то для своих проектов делают специально. Но мне не хотелось об этом говорить сегодня. Да, конечно, открыты к сотрудничеству. Но вот здесь тот редкий случай, когда как бы династия, когда 40 лет в профессии, и хотя они, я говорю, что они готовы к тому, чтобы выполнить и ваши работы, и ваши заказы. Развивать эту тему? Нет, пока я с этим не сталкивалась. Мне кажется, что может быть есть… Вообще тема предметного дизайна, она невероятно модная, но она модная вот совсем недавнее время. Поэтому я думаю, что все это еще впереди, и обязательно такие найдутся. Я могу сказать, что если не делается каких-то вот таких специальных предметов, это может быть совершенно… У нас есть во Владикавказе молодые ребята, это мои фавориты. То есть в проекте были мои любимчики, да, то есть на душу легли. Ребята во Владикавказе, одна из студий. Ну потрясающе. Кстати, потом вот на страницах соцсетей я увидела, что Диана Балашова об этом тоже пишет. Люди видят картину, например, «Пиросмани», и у них рождается потрясающий-потрясающий интерьер. Вот для меня это вообще какой-то космос. И вот что делают эти девушки? Это может быть современный интерьер, но то, что указывает на, скажем, их этническую принадлежность, это вот какой-то барельеф с какими-то народными орнаментами. А в основном у нас все традиционно, конечно, как во всей стране. Развиваемся, растем. Ну я вынашиваю давно уже мечту провести первую всекавказскую конференцию. Я надеюсь, она все-таки состоится, и мы трехдневной такой вот марафон проведем, потому что, в принципе, вот этот проект, он… Изначально мы ставили задачу собрать, консолидировать дизайнерское сообщество, потому что много дизайн-студий, всевозможные региональные краевые союзы дизайнеров, но они не очень рабочие. И вот хотелось как-то мобилизовать, потому что, бывая часто в Москве, на вот таких вот подобных мероприятиях, очень хочется, чтобы такое же движение было и в регионах. И вот активны в этом смысле Казань, да, у них как-то все вот Белоруссия. И поэтому я думаю, что недалек тот час, когда и у нас это случится, я думаю, мы будем рады видеть и наших спикеров московских, и думаю, что у нас есть ребята, которым тоже есть что рассказать и показать миру. Поэтому все впереди. Спасибо. Продолжение следует...